Приветствую вас, я так понимаю, Настя, Настя, да, Анастасия, знаете, я не очень понимаю, чем вам можно здесь помочь, помимо работы с числом вины, то есть, какой помощи вы хотите? Ну, молодой человек перекладывает ответственность на вас за свои проблемы в сексе и считает, что виноваты только вы. Хотя, ответственность лежит на двух человек, ну, на обоих партнеров, как бы, и, как бы, подобная инфантильность, она не появилась внезапно. Она, если и появилась, то давно и периодически давала собернуть. То есть, мне сложно представить себе, что такую черту характера вы не замешали раньше. Если молодой человек ничего не хочет делать с проблемами, то это довольно деструктивно влияет на ваши отношения. Потому что все ответственность оказывается на вас и очень легко списать на вас же любую свою неудачу. А это поведение незревого человека. Возникает вопрос о том, что конкретно вас объединяет. То есть, насколько глубокие, серьезные ваши отношения к тому, как если так все завязано на сексе у вас, то я бы не сказал, что это прям очень здорово. Я бы сказал, что, ну, есть, вот, проблематика. И проблематика достаточно серьезная. Вы совершенно справедливо говорите о том, что все могло измениться. Но проблемы в сексе могут и скорее всего являться отражением другого рода проблем, таких как, например, проблемы между вами, проблемы просто в жизни мужчины. Вот. И прочее. Такие вот, такого рода проблемы вполне себе могут быть. И тут нужно спокойно все проанализировать спокойно, чтобы смотреть, что могло вызвать такие проблемы. Все, чего вы не замечали. Не очень понятно, чувствуете ли вы вину за то, что происходит. Если да, то с этим нужно все наработать. Вы говорите, что я не хочу, чтобы он ушел мне извиняться. То есть, вы боитесь его потерять, вы боитесь измены. Это тоже нужно разобраться. Одна эта проблема уже чисто ваша, не молодого человека. Вот. Самый, самый такой вариант легкий, напрашивающийся на язык, это вариант такой, что мужчина потерял в вам лечение и пытается вас обвинить. То есть, по сути, он знает, что вы на операцию никакую не пойдете и, значит, рассчитываете, что вы от него уйдете, а он там останется ни при чем. То есть, он будет не виноват. То есть, это вот такое достаточно инфантильное, к сожалению, поведение. Я могу ошибаться, может быть, есть какие-то проблемы, но чисто внешне все выглядит именно так. И ключевой момент здесь играет, я так понимаю... Ключевой момент здесь, я так понимаю, в том, что это ваш первый мужчина в сексуальном плане. И, возможно, вы к нему привязаны. И, возможно, вы достаточно сильно боитесь его потерять, и мужчины это чувствуют. И его увлечение к вам пропало именно потому, что он чувствует и знает, что вы боитесь его потерять, и что вы к нему привязаны. Это, ну, я бы сказал, в некоторой степени детское поведение, а, как известно, с детьми не спят. Да, и любимые мужчины уходят из-за того, что ведет себя с ним, как ребенок. Здесь имеет смысл больше внимания уделять себе, своим интересам, взять паузу в отношениях с мужчиной, продемонстрировать, что вы способны жить без него. Вот, и дальше время просто покажет, что вам делать и как. Вот. Это то, что могу сказать, с учетом той небольшой информации. Капору вы предоставили. То есть, я смогу их смотреть еще раз. Если у вас есть чувство вины, вот, если вы чувствуете свою вину, то с этим нужно работать. То есть, это вопрос психотерапии. Вина не появилась из-за молодого человека. Молодой человек вину, условно говоря, пробудил как бы, но тут, в общем, тут, в общем, не в молодом человеке дело. То есть, вы изначально были в себе не уверены. А страх изменения, ну, из той же серии, из той же оперы, вот, то есть, из неверности в себе, как и страх потерять. Но вот страх потерять, в отличие от неверности в себе, приводит нас еще и к мысли о том, что вы себя и своего мужчину смотрите как вещи. То есть, вы принадлежите ему, а он принадлежит вам. На самом деле, люди, ну, они друг другу не принадлежат. То есть, есть вот ощущение, что в вашем отношении, ну, не такой толчок к личностному росту. И поскольку обращаетесь к нам вы, то вам и начинает этот самый личностный рост. А дальше за вами молодой человек либо потянется, либо просто это не ваш мужчина и вам не попутит. Ну, тут как бы вариантов больше нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.